Светская львица, бывшая балерина и скандальная тусовщица Анастасия Волочкова, как известно, любит привлечь к себе внимание. Женщину не раз обвиняли в дурно вкуси. Что поделать, осыпает себя бывшая прима драгоценностями так, чтобы было дорого и богато. И всё лучшее сразу. В её коллекции есть просто упомрачительные кольца с шикарными драгоценными камнями, о которых я хочу вам сегодня рассказать. «Никакой бижутерии, только безумно дорогие украшения» – вот девиз известной блондинки и страстной дивы танца. В нынешнем году эксперты-ювелиры обратили внимание на самую роскошную драгоценность – перстень с сияющим сапфиром весом 70 карат, обрамлённым рамкой из прозрачных бриллиантов. Камень цвета голубого океана подарил повелительнице шпагата некий состоятельный ухожур. Первоначальная стоимость ювелирного изыска немалых размеров насчитывала 1 миллион долларов. Кольцо и правда невероятно красивое, хотя лично мне не хватает более изящных форм, некоторой доли изысканности. Но любительница эпатажа Волочкова носила украшения практически ежедневно. В итоге из него выпал один из кристаллов, который красотка поспешила заменить, как и некоторые соседние камни. Обновлённый перстень увеличился в цене до полутора миллионов долларов. Как признаётся Анастасия, она заменила первоначальные бриллианты на другие, более внушительные, с иной формой огранки. Олигархи, которые ценят женское обаяние Настеньки, не любят мелочиться. Поэтому новым подарком для экс-балерины стало прекрасное кольцо с редким небесно-лазурным камнем, турмалином параиба округлой формы в окантовке из более миниатюрных бриллиантов. Подобная драгоценность по карману далеко не всякому богачу, ведь стоит она примерно как 10 квартир в столице России. Цена не в долларах, а в рублях. Ни в коем случае не осуждаю Анастасию, но на одном из видео она надевает пуанты для тренировки, при этом облачилась в обычный спортивный костюм. И не забыла надеть королевский перстень с турмалином. Украшение, которое, как мне кажется, достойно лишь торжественных выходов и вечерних аристократичных платьев. Одно из любимых колец утруженицы балетного станка когда-то подарил ей на 8 марта бывший супруг Игорь Вдовин. Драгоценный презент поражает сочетанием красивых самоцветов. Нежного топаза, благородного хризолита, чарующего аметиста и сказочного агата. Кстати, Анастасия запросто надевает несколько крупных украшений сразу, причем не обязательно на торжественные мероприятия. Любой выход в свет или приезд гостей обязывает нашу героиню покрасоваться в крупных серьгах, ожерельях, браслетах и перстнях, надетых в едином комплекте. Неизвестные общественности и фанатам Болочковой, ее любимые мужчины дарили чаровнице приятные сюрпризы и ко дню ее рождения, и даже накануне. Так в соцсетях танцовщица, спортсменка и просто красавица хвасталась в фото колец с сияющими солнечными бликами, опалом и магически зеленым изумрудом. Ну а в 2013 году светскую львицу постигла большая неприятность. Грабители выпотрошили пару сейфов в ее особняке и лишили коллекционершу роскоши 39 драгоценностей на сумму не менее 16 миллионов рублей. Волочкова горько вздыхала и говорила, что любила каждую из похищенных ювелирных вещиц. Пропали серьги из чистых бриллиантов, презент Николая Баскова, аметистовое кольцо с бриллиантовой россыпью, подаренное одним из известных ювелиров, исчез свадебный подарок вдовина – царственный гарнитур, состоящий из колье, сережек и перстня, который сам по себе оценивался в целое состояние – почти миллион триста рублей. Погоревав, жизнерадостная Настя вновь начала принимать знаки внимания от поклонников олигархов. Да и сама она то и дело пополняет опустевшую ювелирную коллекцию приглянувшимися сияющими экземплярами. Главное ведь не количество драгоценностей, а счастливая жизнь, здоровье и улыбка подрастающей дочери. И преданность, любовь одного и единственного мужчины, найти которого, наконец, от души и пожелаю Анастасии. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Ювелирные Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok